Добрый день, дорогие друзья. Есть такая шутка, как узнать, когда на канале НТВ показывают вранье. Легкая задача. Если канал включен, значит уже врут. Несколько лет назад Генеральная прокуратура России начала новое масштабное расследование в отношении бывших владельцев ЮКОСА. Выяснились новые сенсационные обстоятельства. Вообще-то у Чайки функции следствия вынули из его поганого клюва 8 лет назад. С 2011 года этим занимается Следственный комитет Бастрыкин. Тоже тот еще перец. Но факт в том, что Чайки не могут ничего расследовать, могут только гадить. Тогда что нам впаривают? Но это мелочь. Главный положительный герой фильма – Салават Каримов. Настоящего Ходорковского мало кто знает. И только один человек знает про него все. Салават Каримов. Старший следователь Генеральной прокуратуры Российской Федерации. И, кстати, я не понимаю, зачем НТВ продолжает врать даже вот в такой ерунде. На сайте Генеральной прокуратуры легко можно найти должность Каримова. Ни хрена он не следователь с 2007 года. И расследовать ничего не может уже 12 лет. Что еще говорит НТВ про Каримова? Салават Каримов – один из самых опытных сыщиков страны. На службе почти 40 лет. В его послужном списке резонансные расследования в отношении олигархов Бадри Патаркацишвили, Владимира Гусинского и Бориса Березовского. Пресса его даже окрестила киллером олигархов. Вот до этого момента в фильме я не собирался на него реагировать. Очередная вонючка. Плюнуть и растереть. Вот момент, когда Каримова с гордостью называют киллером, я ставить не мог. Посмотрите фрагмент. Это одно из самых тяжелых для меня воспоминаний. Исследователь Каримов Салават Куарбаевич лично, как оказалось, тогда он только готовил вот эти новые абсурдные обвинения против Кударковского и Леменева, предлагает мне сделку 28 декабря. Вот адвокаты здесь присутствуют, меня привели к нему, нас оставили одних. Он не имел отношения формально к моему делу, по которому я слижусь под стражей. Но он мне сказал, руководство генеральной прокуратуры понимает, что вам необходимо лечиться. Может быть даже не в России, что у вас тяжелая ситуация. Уже месяц я нахожусь под стражей без лечения. Хотя я экспертизу 22 ноября. Говорите мне, нам необходимо ваши показания, потому что мы не можем подтвердить те обвинения, которые мы выдвигаем против Кударковского и Леменева. Если вы дадите нам показания, устраивающие следствие, то мы вас выпустим. Василий Алексанян, наш товарищ, не согласился стать лжесвидетелем и поплатился за это жизнью. Василий провел в СИЗО полтора года. Полтора года тяжелых мучений, сильной боли и отсутствия лечения. Следователи и прокурорские просто шантажировали Алексаняна и его жизнью и смертью. Соври и останешься жив. Не соврал. И умер. Умер в 39 лет. Блестящий юрист. Умный и образованный парень. Отец маленького ребенка. Сын, брат, коллега. И убил его тот самый вшивый киллер олигархов, Каримов. Каких нахрен олигархов? Рылом он не вышел. Просто жалкий и трусливый убийца. Убить тяжелого больного человека, убить ради звания, звездочек. Чтобы выслужиться перед начальством, вот предел этого самого Каримова. И каким же цинизмом надо обладать, чтобы сделать такое дерьмо героям фильма. И что же нарасследовал этот мерзавец? 51 миллиард долларов выведены из зарубежной компании. 51 миллиард долларов? Ну, это даже чуть больше, чем весь ЮКОС получил от продажи нефти за все время, что я руководил компанией. Цены тогда были совсем другие. За 8 лет с 1996 по 2003 год ЮКОС заработал около 50 миллиардов долларов. Из них 35 миллиардов – это затраты. Налоги, разведка, бурение, зарплата, транспортировка. Все те траты, которые легко проверить и отследить, без которых компания просто не может работать, просто не может функционировать. 15 миллиардов – прибыль за 8 лет, которая распределилась следующим образом. 5 миллиардов – дивиденды, 10 миллиардов – инвестиции, освоение новых месторождений. Все это обсуждалось в Хамомническом суде, в Высшем арбитражном суде, в ГААКском суде. И никем никогда не было оспорено, просто потому, что легко проверяется. Ну, у Каримова и НТВ своя математика. Если из 50 миллиардов отнять 35, затем 5, затем еще 10, у них волшебным образом получается 51. Откуда взялся 51 миллиардов? И как он у Каримова получился, никто не знает. И стоит ли разбираться, что и откуда берется в голове у престарелого мерзавца? Я 10 лет просидел в тюрьме. Каждый шаг с самого детства изучался под микроскопом. Затем вышел и возобновил общественную деятельность. И на тебе. Обвинение. Этот дерьмовенький фильмец. Он, к слову, далеко не первый. Тем не менее, этот фильм про настоящих мерзавцев. Часть из них на экране. Слышите? Слышите вы, Салават Кунагбайевич, это вы мерзавец. Это вы садист и убийца. Я вам обещаю, доживете до конца этого режима, сядете. И вы, и такие, как и вы. Я не про месть. Я про возмездие. И это не угроза. Это обещание. И вы, мелкая пакость, скрывающая себя за быстро бегущими титрами, запомните, вы не журналисты. Вы просто сообщники. Сообщники садистов и убийц. Читайте Уголовный кодекс. Пригодится. Рано или поздно придет. Запомните фамилию этих тварей. Может, попадутся когда на глаза. Всего вам хорошего и до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok